Архимед сказал, дайте мне точку опоры и я переверну весь мир. И мы вам даем ту точку опоры, точнее место приложения ваших усилий, для того, чтобы вы перевернули представление о автомобильном ремонте. Да ничего в этом сложного нету, самому отремонтировать машину. Тем более, когда на улице такое великолепное лето, начавшееся в середине апреля, что довольно странно. Но где инструмент взять и чтобы он был в большом количестве? То есть не надо было бы рыскать везде и всюду. Сегодня и сейчас автоцентр-фаворит, который располагает здесь, на выезде в сторону озера Соленое, дает вам такую возможность. То есть зачем платить за капремонт порядка 40 тысяч рублей, когда все можно сделать самому? То, что есть во всех без исключения магазинах. Так это наборы. Но этим набором не сделаешь все подряд. Да, многое можно сделать, но не все. И для этого я специально обратил внимание менеджеров автоцентра-фаворит. Привезите то, на чем можно действительно заработать деньги. То есть это хорошо, когда есть полный ассортимент всех инструментов. Но то, что вам реально пригодится, располагается вот здесь, чуть-чуть пониже. И вот тут я понял, что приобретя все это, я стану очень хорошим автослесарем, потому что навыков у меня хватает. Но без съемников ударных, без наборов для сведения тормозных цилиндров, без спецзубил, без наборов для развальцовывания трубок, трудно сделать все. Но это все здесь есть. То есть те приспособления, которых раньше и не существовало, они в наличии. И это очень хорошо. И в действительности, тот человек, у которого в голове мозги, а руки растут из плечей, а не из одного места, может сделать любую процедуру. При этом, напомню, не так давно отдал вот таким крутым парням своего Скайлика. Типа сделали, типа не сделали. До всего пришлось дойти своими силами. И в результате мой замечательный газовый автомобиль стал действительно самым быстрым в городе. В автомобиле есть такие сверхбольшие гаечки. Обычно они располагаются либо на шрусах, либо ими крепится маховик. То есть когда вы корзину сцепления снимаете, необходимо поставить спортивный маховик или вообще поменять маховик, потому что стартером зубья срезало, то вы начинаете быстро так вот потеть. Потому что найти ключ, допустим, на 38, это невозможно. Но можно, если приехать в автоцентр «Фаворит». Вот они, те самые большие ключи. И вам нет необходимости париться с ключом разводным. Но есть еще отдельный предмет гордости. Ключ на 60 в наличии. При этом, если у вас в руках такой ключ, то толпа из 10 человек куда-нибудь точно убежит. Конечно, инструмент нужен не для того, чтобы крошить врагов. Хотя, если подумать, то имея инструмент и умея им работать, начинаешь понимать, что враги тупо вас доили за работу, которую можно было легко сделать своими руками. Теперь про цену вопроса. Космических цен здесь нет, и нужный инструмент стоит не дороже разовой платы за одну процедуру. К примеру, замена тормозных колодок. Ну, иди ко мне, моя караказямловна любимая. Я тебе так аккуратненько сейчас возьму вот этими нежными плоскогубчиками и засуну. Вы думаете, так автослесарь разговаривает с той запчастью, которая внезапно улетела и не хочет заходить? Да нет, конечно. Это все то, что я вам перечислил. Все вот эти определения, депричастные обороты, они выражены в других фразах. Как в той ситуации, когда расплавленное олово капало на голову моему боевому другу. Помните такой анекдот был? То есть вот без такого Роскогубцами и не сделаешь. И теперь для тех, кто хочет все-таки понять, как машина ремонтируется. Вот она выставка из инструкции по ремонту и обслуживанию вашего автомобиля. Здесь детально написано, где, что и куда вставлять надо, каким инструментом. Так что не надо думать, что иномарка это что-то очень сложное. Двигатель внутреннего сгорания, у него одна задача. В определенное время зажечь топливно-воздушную смесь. Ну, при этом, чтобы была компрессия и все остальное. Но двигатель внутреннего сгорания придумали 100 лет назад. От этого он не сильно изменился. Поэтому то, что делалось 100 лет назад, может быть сделано и отремонтировано вашими силами. Ничего тут сложного нет. Тем более, когда на улице замечательная погода, я даже начинаю сильно-сильно потеть. Но чтобы не потеть и не париться, приспосабливая инструмент неподходящий, при помощи молотка, зубила и такой-то матери, проще заехать в фаворит. Разумнее заехать в фаворит. Особенно зная, что здесь есть все. То есть, коль случился попадос, то купив, но не инструмент, а отдельную приспособу, с ним справиться легко. Вот вы смотрите телевизионные передачи, да? Они во многом глупые, тупые и безнравственные. Потому что, вот допустим, Топ Гир. В свое время Топ Гир, который был, мне интересен, это не было вот это шоу, в котором люди стебаются над автомобилями. Были реальные добрые советы. Но, к сожалению, время-то кончилось. И интересно ли вам смотреть, как люди катаются на спортивных машинах, которых вы в жизни не купите? Или вам все-таки интересно все делать своими руками? А таких шоу и нет. Я бы вам с удовольствием показал, потому как навыки такие есть. И никогда не забуду 93-й год поездки в Доблестный Миндяк. Тогда минус 30 на улице, ломается амортизатор. При этом вылетает ремень на генераторе, который одновременно крутит и помпу. И вам приходится все это дело ключами на 13, максимум на 22, на 19. Помните, те Савковы, если не помните, то расскажу. Ключи просто срезали, гайки. Все это ремонтировать. Было интересно, реально интересно. И реальный экстрим. Сегодня, сейчас, с большим удовольствием, сам лично ремонтирую иномарки. В этом ничего сложного нет. Необходимо только купить умную книжку. И приложить в нужное место свои усилия. И благодаря тем инструментам, которые вы купили здесь, в автоцентре «Фаворит», который располагается на выезде в сторону озера Соленое, по вокзальной, можно через Суп-НР проехать. Идеальное место, кстати. Вы можете сэкономить гораздо большие деньги. Потому как редкий автослесарь за сумму меньше, чем 800 рублей полезет в ваш автомобиль. А свечки поменять, ну, это и каждый дурак сможет.